Бронетехнику Украинские военные протестировали эту боевую машину во время визита на завод производителя в Испании. Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни наших военных. «Именно поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов НАТО», заявил гендиректор украинской бронетехники Владислав Бельбас. По данным компании, специалисты совместно с представителями Вооруженных сил Украины, Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации образцов вооружения и военной техники и холдинга КМВ Групп посетили производственные мощности General Dynamics European Land Systems в городе Трубе, Испания, где ознакомились с производством колесных и гусеничных боевых машин. Украинские военные протестировали боевую машину пехоты с целью сравнения ее возможностей с уже существующими боевыми машинами пехоты в Вооруженных силах Украины. Универсальная платформа «Аскот» может быть оснащена различными системами вооружения, включая боевые модули с автоматическими пушками калибра 30 и 40 мм, такими как МК-44 «Бушмастер», а также башнями с пушками калибра 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами. «Мы обсуждаем с General Dynamics возможность как можно быстрее поставлять «Аскот» в Украину, как можно быстрее организовать производство и обслуживание платформы в Украине и интегрировать передовые системы вооружения, электроники и связи для достижения оперативной совместимости Вооруженных сил Украины и НАТО», рассказал Бильбас. Боевую машину пехоты «Аскот» создали совместно австрийская компания «Штейр-Дамлер-Пуш» и испанская компания «Санта-Барбара». Разработка машины была начата в 1988 году, а первые два прототипа были переданы на испытания в 1990 году. С 2003 года обе компании принадлежат европейскому отделению General Dynamics European Land Systems, базирующегося в Вене. «Аскот» и машины, созданные на его основе, входят в состав вооружений Испании, Великобритании, Австрии и Филиппин. Австрийское обозначение машины – КСПЗ-90 «Улан». Варианты машин «Аскот» для Австрии и Испании имеют некоторые отличия, однако в основе «Улана» и «Писару» лежат одни и те же идеи и решения. Кроме того, два варианта бронетехники имеют весьма высокую степень унификации, а различия касаются некоторых деталей, узлов и агрегатов, связанных с эксплуатацией в тех или иных войсках, а также со стандартами армий. «Аскот» представляет собой типичную современную гусеничную боевую машину пехоты. Машины семейства имеют схожую компоновку внутренних агрегатов. Двигатель и агрегаты трансмиссии занимают переднюю часть корпуса, рядом с ними располагается механик-водитель. Позади силовой установки и отделения управления находится боевое отделение с вооружением, а также с местами командира и наводчика. В корме и десантное отделение. Примечательно, что в десантном отделении австрийского «Улана» могут расположиться восемь бойцов с личным оружием, тогда как «Писару» имеет только семь сидений. Для высадки десант может использовать кормовую дверь или несколько люков в крыше. Корпус боевых машин всех версий строится из стальных катаных броневых листов. Собственная броня обеспечивает защиту от 14-ти и 5-ти миллиметровых пуль при атаках спереди и всерокурсную защиту от 7-62-миллиметрового оружия. Также унифицированным элементом защиты техники являются 76-миллиметровые дымовые гранатометы, которые при необходимости могут заряжаться осколочными боеприпасами. Бронетехника для испанской армии получила защиту, усиленную дополнительными модулями. Часть поверхности покрыта блоками динамической защиты «Саблир». При помощи таких блоков снижается вероятность поражения лобовой проекцией кумулятивными боеприпасами. Австрийский «Аскот», в свою очередь, получили комбинированную дополнительную броню типа «Миксас». С ее помощью достигается значительное повышение уровня защиты, обеспечивается всерокурсная защита от 14-ти и 5-ти миллиметрового оружия, а лобовые детали выдерживают попадание снарядов калибра 30 миллиметров. За счет сравнительно высокой удельной мощности машины «Аскот» способны развивать на шоссе скорость до 70 километров в час. Максимальная скорость задним ходом заявлена на уровне 35 километров в час. Имеется возможность пересечения рвов шириной до 2 и 3 метра и подъема на 950-ти миллиметровую стенку. Машины не могут плавать, однако способны преодолевать брод глубиной до 1 и 2 метра без подготовки. Уровень защиты башни соответствует параметрам корпуса. В ней предусматриваются два рабочих места для командира и наводчика. Состав вооружения и специального оборудования двух вариантов машины «Аскот» имеет некоторые отличия. Общим элементом является автоматическая пушка «Маузер МК-32» калибра 30 миллиметров с газовой автоматикой, обеспечивающей скорострельность до 770 выстрелов в минуту. Пушка имеет двойную подачу боеприпасов, что позволяет быстро выбирать необходимый боеприпас. Дополнительное вооружение зависит от типа БМП. Испанский «Писару» оснащается спаренным пулеметом МГ-3, австрийский «Улан» ФН-МАК. Также от типа машины зависят размеры боекомплекта. Испанский вариант «Аскот» несёт 300 снарядов для автоматической пушки, тогда как боекомплект орудия австрийской машины разделён на две части. К применению готовы 200 снарядов, ещё 205 находятся в укладках внутри. Кроме того, «Аскот» «Улан» имеет в башне ящики на 600 патронов для пулемёта, и ещё 1290 патронов хранятся в укладках. Продолжение следует...